Глава Мосфильма Шахназаров унизил Путина в лицо. Патриоты поймали кремлевское телевидение на новом вранье. В российском МИДе решили еще раз начертить красные линии. Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Спасибо за Ваши лайки и комментарии, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, ведь тут Вы найдете много интересного контента. Российская армия в Украине начала воевать на реквизитной технике с Мосфильма. Об этом сообщил директор студии Карен Шахназаров во время встречи с Путиным. Второй армии мира из Мосфильма передали как танки, так и боевые машины пехоты 50-х годов прошлого столетия. Кстати, в 23-м году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны Забровать. Ну вот такие вот у нас итоги. Более-менее такие, вкратце. Горгимся Мосфильмом. Спасибо. Твое лицо, когда отовсюду рассказываешь про мощь и боеспособность России. Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. Ну а в реальности приходится воевать техникой, которую дает Мосфильм. Мосфильм – крупнейшая студия Европы и мира? Ну, Европы точно. Европы точно. Миры мы не уступаем. Уорнерам, Юниверсу. Другое дело, что у них таких студий пять в Голливуде, а мы одна. Но с точки зрения объемов, я и был на Юниверсу, и на Уорнерах, мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим. А, извините, пожалуйста, в Европе точно самая крупная. В Европе самая крупная. Просто для справки посмотрим годовую выручку за 23-й год. Мосфильм – 20 миллионов долларов, а Warner Brothers – 40 миллиардов долларов. Из этого делаем вывод, что Мосфильм меньше Warner Brothers в две тысячи раз. Но, знаете, все-таки Мосфильм в чем-то превосходит западных конкурентов. Как минимум в том, что Пентагон не воюет танками, взятыми с реквизитного склада Warner Brothers. Гордимся Мосфильмом. Спасибо. Кремлевское телевидение пробило новое дно. На этот раз российские федеральные каналы сообщили о так называемом «освобождении от ВСУ» поселка Глушково в Курской области. Методично военные выбивают украинские подразделения из Курского приграничья. В освобожденных населенных пунктах, несмотря на регулярные обстрелы, остаются жители. Наши бойцы привозят им помощь и стараются навещать. Из освобожденного Глушкова. Репортаж Ильи Ушенина. Это поселок Глушково, тоже на трассе, ведущий в суджу. Здесь живет тезка Сережа, только старше, на 50 лет. Сергей Лепков один из немногих жителей Глушкова, кто до сих пор не уехал. Боев в поселке уже нет, но находиться здесь по-прежнему небезопасно. Вот вы видите, улицы абсолютно пустые. Это в кадре нашей машины. Улицы абсолютно пустые и живет здесь от силы человек 20. И при этом ежедневно поселок подвергается атакам ФПВ-дронов. Страшно, но уехать, говорит Сергей, ну никак нельзя. Не хочет никого подводить. За соседями присматриваю. Сергей рассказывает, без света и связи, конечно, скучно. Одно спасение книги. Читать не перечитать. Все оставшиеся жители Глушкова по-прежнему ждут, когда у них появится электричество и заработают батареи. Но самое главное, что сейчас поселок уже наш, а дальше уж как-нибудь наладится. И про так называемое освобождение этого населенного пункта говорило много кремлевских СМИ, выдавая это за небывалое достижение путинской армии. Вот, например, издание ТАСС на полном серьезе писало, что ВСУ в Глушково будто бы активно занимались мародерством. Однако есть нюанс. Ни одного дня украинские воины не находились в этом населенном пункте. Более того, даже если смотреть на карту боевых действий, то можно легко понять, что в ВСУ туда и не двигались. Но факт есть факт. В Глушково действительно занимались мародерством. Только делали это не украинские, а российские солдаты. Воняет тухлякино. Однако, несмотря на очевидные доказательства и жалобы жителей, сами российские солдаты, конечно же, опровергают факты мародерства в Глушково и в других близлежащих населенных пунктах. Слухи распространяют, что много мародеров на данный момент. В интернете жалуются люди. Как реальная обстановка? Да, виделось этим знакомым. На мой взгляд, это какой-то вброс со стороны противника. Потому что именно в поселке Коренево, в близлежащих населенных пунктах, наше подразделение патрулирует круглосуточно, то есть постоянно работает 24 на 7, ночные патрули, дневные там. Как раз-таки деятельность направлена, в первую очередь, на выявление мародерства, как со стороны гражданских лиц в том числе. Но, я не знаю, нет таких фактов мародерства, они просто отсутствуют. После победы Трампа на выборах в США в российском МИДе решили напомнить цивилизованному миру, что Кремль и адекватность – это понятия несовместимые. На фоне дискуссий на Западе про поддержку Украины вышла Маша Захарова и прочертила еще одну красную линию Путина. Мы обратили внимание на публикацию в британской прессе о намерении премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Макрона попытаться убедить действующего президента США Байдена дать разрешение киевскому режиму на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации Трампа. Как пишут средства массовой информации, в Лондоне есть надежда, что Белый дом наконец даст согласие на такой шаг. В тот же день в интервью одному французскому изданию Минобороны Франции Себастьян Лекарню сообщила о подписанном им распоряжении относительно передачи в СССР порядка 10 дальнобойных ракет Scalp, с помощью которых, так надеются, в Париже киевский режим сможет наносить удары за линии фронта. Ну, знаете, когда киевский режим будет наносить удары за линии фронта, я хотела бы сказать Лекарню, главное, чтобы он по французскому посольству не попал. С этими публикациями совпала появившаяся в украинских соцсетях информация о намерении режима Зеленского выдать полученные западные ракеты за продукцию украинского производства, изменив их маркировку, чтобы ударить ими по России. Ну, такое, знаете, кровавое жульничество, все в стиле Зеленского и этой всей шайки. Стоп! На этом моменте Маша, видимо, забыла напомнить, что именно кровавый режим Путина занимается перебиванием маркировок на иранских шахедах, называя их геранями, которые потом летят по гражданским объектам в Украине и терроризируют мирных украинцев. Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Президент России четко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них. С Вашего позволения оставлю этот бред без каких-либо комментариев. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю Вас за просмотр, друзья. Делитесь своими мнениями об увиденном в комментариях. И не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вдруг этого еще не сделали. Субтитры создавал DimaTorzok